Попробую высказать свое отношение к кефирным маслам Но начну я с такого примера В человеке имеется жизненная энергия Эта жизненная энергия пронизывает весь организм И в основном она идет не столько за счет питания То есть вы должны понимать Да, питание там поддерживает структуру материального тела Но в питании своя энергия есть Разного рода энергии, не только химических связей Но и того, что растение или животное связало свою жизненную энергию Мы ее тоже можем и потребляем Вот Что вот эта вот жизненная энергия наша Она идет и строит От духа строит все эти тонкие там тела И в конце концов заканчивается там в физическом теле Это важно понимать И вот Естественно это Наиболее ценнейшая часть Которую дух Можно так сказать Вот способен вырабатывать Именно оттуда вырабатывается И как бы сказать Растекается Выстраивая Вот эти все эти тела Вот Как бы сказать Трудно увидеть Какого она качества Какого она качества Какие-то характеристики Уцепиться бы за нее Что она собой представляет Вот И когда я значит Я начал заниматься Голоданием Когда я начал заниматься Там очищением Когда я начал заниматься Уринотерапией То Здесь следует Сделать небольшое отступление И Пояснение Вовремя надо внести Вот я вычитал В древних источниках По целительству Что почки Это органы Не только там Вырабатывающие там Мочу Выбрасывающие там Какие-то там шлаки Но еще и орган Который Удерживает Жизненную энергию И вот Вроде как мы Брязливые люди И все это отметаем И не смотрим Что там С нас выходит Вот когда смотришь на мочу Это такого Золотистого цвета Жидкость Вообще-то Насыщенно Оказывается Нашей жизненной Энергией Пучки В какой-то мере Ее удерживают Но тем не менее Она выходит И вот Когда я значит Почищался Так как на То что из нас выходит Мочи Что содержится Разного рода Она естественно Влияет на На цвет И особенно На запах И упаривал И я Вначале Заметил Что Естественно Запах там Особо неприятный Во время упаривания По мере того Как я продолжал Свои эти все практики Отечения Голодания Без Весного Этого Питания То Она как-то Становилась Вот запах Менялся 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 И когда я Докур Знаете И когда я Однажды Упаривал То вижу На нее Начали Садиться Пчелы А после Упаривания Запах Стал Знаете Как Напоминающий Ладана То есть Как У помады У каких-то Таких Таких Дорогих Тонких Духов То есть Но Больше На Ладана Напоминать То есть Вот Сущность Вот этой Жизненной Нашей Энергии Она По своим Ну будем говорить Характеристикам Запаха Вот так Скажу Она Напоминает Ладан Ладан Это Вообще-то Есть Такое Растение Которое Значит Которое Весь Мир Использует Там Для Кульмана Значит Вот этот Запах Вот эти Вибрации Они Сродственны Нашим Собственным Вот я Так Думаю Я Рассуждаю И И Укрепляют Нас То есть Почему Там Может Прозойти Подселение К нам Да потому Что Наша Собственная Жизненная Энергетика Слабеет Возникают Какие-то Изъяны На которые Можно Прицепиться То есть Мы Не можем Чисто Энергетически Что-то От себя Оттолкнуть Но Когда Хотя бы Со стороны Происходит Укрепление То То это Уже Дает Возможность Избавиться От чего-то Лишнего Вредного Ненужного Как на Физическом Плане Так и Чисто На Энергетических Уровнях Значит У человека Спысканулась Рыбка Есть Разные Источники Энергии Самая Самая Можно сказать Дорогая Ценная Это Как раз Вот Жизненная Энергия Которая Идет С уровня Эфира А именно Наша Наш дух Взаимодействие С окружающим Пространством А более точнее Не просто Тут с воздухом Там еще А именно С эфиром Из которого Все получается Качает Вот эту вот Эфирную Жизненную Энергию И нечто Подобное Происходит С любым Растением С любым Животным Потому что У него Как кажется У растения Есть Есть Ну Свой дух Который Этим делом Занимается Далее То есть Это все По всему Телу По всему Телу Там Растения Там Животного Все это Распределено Но 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 Есть Определенные Места Мы Возьмем Сейчас Растения Которые В которых Этой энергии Собирается Гораздо Больше Нежели В остальных Частях Растения А что Это За места Это Как правило Цветы Где Вот это Совершается Таинство Возникновения Ну Будем Говорить Продолжение Рода Этого Растения И Еще Более Вот Цветы И еще Так сказать Более Концентрировано Это Семена Потому Что Семя Попав Землю Оно Должно Прорасти Оно Должно Как-то Защищаться Оно Должно Там Выжить В конечном В итоге Поэтому В него Надо Заложить Повышенный Заряд Эфирной Жизненной Энергии Чувствуете Мой Ход Рассуждения И вот Различные Растения Это делают По-разному Есть Допустим Вообще В растении Целиком И люди Кстати Научились Извлекать Вот Именно Вот Эту Субстанцию Которая Насыщена Эфирной Жизненной Энергии То есть Той Энергии Которая Работает Можно Сказать В любом Организме Только Ее Дай Значит В корнях Стволах Листьях Там Особенно Значит Много В цветках Еще Больше Получается В Семна Но При этом При этом Где-то Там Допустим Вот У розы Это Там Цветы Вот Они Уже Пахнут А Роза Перерождается В Шиповник Значит Это Уже В Шиповнике Не столько В плодах Сколько В В косточках Извлечь Из косточек Это Тоже Такая Интересная Вещь И Вот Судя По Запаху По Запаху Наиболее Близкая К нам Вот Эта Эфирная Энергия Это Ладана Далее На Ладан Похожий У нас Ладан Не растет И Вот Амудряются Делать С Разной Ерунды Роза Роза Там Шиповник И еще Там Какие-то Там Такие Но Наиболее Близко Это Вот Роза И Применение Вот этих Вот Эфирных Масел Содержащих Самую Что Есть Вот Ценную Энергию Которая Смотрите С одной Стороны Вот Если мы Берем Растение Она Должна Способствовать Их Росту С другой С другой С другой Стороны Она Должна Способствовать Их Защите Вот Два Качества Рост И защита Тем Самым Когда мы Ее Начинаем Эфирные Масла Использовать Это Идет Как На Укрепление Организма Его Энергетики Жизненного Потенциала Так И На Защиту От Разного Рода Паразитов Которые Хотят Схримать Наш Организм И Вот Это Вот Применение Эфирных Масел Настоящих Эфирных Масел Представляет Конечно Большую Перспективу И Даже Не будем Говорить Что Она Представляет Большую Перспективу Эту Перспективу Давным Давно Много Тысячелетий Назад Уже Человечество Использовало Натирали Тела Использовали Там Внутрь И так далее И тому подобное И вот Я начал Использовать Это все Богатство Без Знаете Без всяких Там Формул Только Начну Там Какими-то Формулами Голову Заморачивать Тебе А Понимая Суть Проблемы Ну Насколько Вот Я Рассказал Начали Появляться Интересные Результаты Вот Способы Подачи Эфирных Масел Как там Через рот Либо Допустим Наоборот В виде Микроклизмы Либо Просто Нанесение На кожу Но Эта Субстанция Очень мощная И может Вызвать Ожоги Эфирные Масла Такие Такие Они Мощно Действующие Поэтому Правильно Разбавить С тем Же Маслом С тем Же Маслом Разбавить И Тогда Это Дает Умягчение И Будем Говорить Действие На кожу Либо Там На слизистую Уста Кишечника Оно Уже Действует Мягко Так Как Надо То есть Вы получаете Пользу А не А не Значит Какое-то Раздражение Этой поверхности Через которую Было Нанесено Эфирное Масло Вот И Сами Эфирные Масла Вот Если Мы их Берем Они Довольно Таки Быстро Испаряются То есть Это Говорит Охих Огромной Энергетики Огромная Энергетика Привед К тому Что Они Летучие Испаряются Действуют То есть Энергия Их Действует Весьма Быстро Мощно А А вот Есть Обыкновенное Масло Вот Смотрите Если Рассматривать Такой Эффект Эффект Ну Он не Сложен Для понимания Но Начнем С самого Начала А Пользе Вообще Масло Вот смотрите Есть Любое Как бы Сказать Любой Объект Он обладает В том числе Живой Объект Он обладает Объемом Любой Объем Характеризуется Тем Сколько Он будет Существовать То есть Он Характеризуется Значит Вот Энергия Времени Которая Поддерживает Его структуры В стабильном Состоянии Потом Вот Они Как бы Сказать Уменьшается Ну Например Взять Воду Вот И рассмотреть С этой Стороны Капелька Воды Она Содержит Тоже Энергетику Времени И Что мы Видим Быстро Высыхает Капелька То есть Ее Структура И Объем Быстро Теряется А Теперь Возьмем Капельку Капельку Масла Что мы Видим Что-то Капелька Масла Тоже Жидкость Тем не Менее Она Очень Долго Сохраняет Свою Форму И Структуру Что там Такого Особого А вот Именно Особое Это Вот Как раз Энергия Этого Времени И Когда мы С вами Чем Масла Используем Масло Тем Самым Мы Своё Собственное Пространство И структуры Подпитываем Времени В какой-то Мере Нельзя сказать Что это там Действует Как-то Напрямую Но тем не менее Вот эти Все Различные Притирания Опять-таки В кожу Масляные Массажи Они способствуют Тому Что сохраняют Кожу В таком Нормальном Работоспособном Красивом Состоянии Гораздо Дольше Нежели Если Мы Просто Моемся Что Наши Древние Предки И 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 Практики Жизненные Например Там Купались В ваннах Из молока Делали Причем Регулярно Делали Масляные Массажи И Это Позволило Им Выглядеть Здорово И Красиво И Продлевало Здоровье Это Теперь Так Я О маслах Рассказываю В целом То есть Совершенно С иной Позиции Рассматриваю Действия Любого Там Растительного Или Животного Масла Не Не По Заученному Как Сейчас Тут Все Что-то Им Сказали Это Вот Так Вот И Они Все Одобря Одобря Брем 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 И Дальше Ни Гу Гу Ну Не знаю Насколько Вам Эта Беседа Понравится Насколько У вас Хватит Терпения Там Прослушать Но Это Имеет Далеко Идущие Последствия Регулярное Использование Масел В виде Протирания Позволяет Собственную Форму Тела И Его Структуры Сохранить Гораздо Дольше Нежели Это Не Использую Ну Так Вот Беседка У нас С вами Произошла А бабочка Крылышками Бяк 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 А воробушей К ней Прыг 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 шмяк-шмяк-шмяк-шмяк видите кто идет и моя опасные ребята опасные лампят йоу-йоу ну и заключение так вот я использовал эфирное масло вернее так целый букет эфирных масел которые надоумил меня применить мой ученик лазарь и значит на спину что я почувствовал действительно такое быстрое разительное облегчение значит они стали действовать в первую очередь будем так говорит и во вторую очередь это если имеется там где-то в районе там спины связок воспаление разного рода там герпетическая инфекция или еще какая-то инфекция эфирным маслом она быстренько чуть ли мгновенно уничтожается далее эти же масла укрепляют наши собственные структуры добавляют жизненности и что выражается действительно в таком каком-то резком эффекте что раз 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 помазал о спина боли которые там у тебя были такие неприятные раздражающие они буквально таки снились ну и в этом направлении я начал работать о чем лазарев большое спасибо и продолжу у меня уже собраны нужны материалы по арома терапии просто не до всего руки дотянутся сразу я так буду сообщать что так происходит благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч а и Продолжение следует...